Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. И сегодня мы будем читать 12-й псалом, о содержании которого Василий Великий и Афанасий Великий свидетельствуют. Псалом дан как молитва всякому верующему среди тяжелых жизненных испытаний. Пророк показывает какую-то продолжительность искушения, научая нас не терять бодрости в скорби, но ожидать Божьей благодати. Бог по особенному домостроительству предает нас скорбя, по мере веры каждого посылая и меру испытания. Итак, этот псалом начинается словами начальнику хора Псалом Давида. И далее, доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лице твое от меня. Давид, измученный и обессиленный гонениями со стороны царя Саула, как бы с болезненным воплем обращается к Господу. Он просит, чтобы Господь защитил его, не дал его врагам победы над ним, и при этом, конечно, он не оставляет и восхваления Господа. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лице твое от меня. Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь. Что может означать скрывать советы в душе моей? То есть Давид пытается как бы понять, посоветовать самому себе, а почему все это происходит. И действительно, чаще верующий человек всегда четко понимает, за что, почему он получает какие-то наказания, какие-то скорби, какие-то переживания. Но Бог иногда посылает испытания вполне праведным людям, которым бывает достаточно трудно понять, а почему, за что. Или Господь посылает испытания маленьким детям. Тогда мы задаемся вопросом, а почему, за что. Хотя правильнее было бы в каждом случае спрашивать для чего. Потому что Господь имеет какую-то цель, когда Он посылает те или иные трудности, тяжелые обстоятельства. И мы посмотрим, о чем говорится далее. «Да коли врагу моему возносится надо мною, призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Посмотрим, какое другое прочтение этого текста, более приближенное к оригиналу, может быть. «Управителю псалома Давида, доколе, Господи, меня забудешь навечно, доколе Твое лицо от меня будешь скрывать, доколе буду строить советы в моей душе, скорбь в моем сердце днем, доколе возвышаться будет враг мой надо мною. Возри, ответь мне, Господи Боже мой, озари мне глаза, чтобы я не уснул смертным сном». «Чтобы я не сказал мой враг, я его превозмог, мои теснители возликуют, если я пошатнусь». Давид отлично понимает, что не может быть наказания без вины. Это такая ветхозаветная логика, но она немножко не срабатывает в некоторых ситуациях. Бог нам посылает испытания не ради отомщения нам, а ради того, чтобы усовершенствовать нас. Но в то же время иногда действует вот этот принцип мера за меру. Таким образом, Господь, наказывая нас за какие-то поступки, Он это делает с целью, как бы чтобы мы понесли наказание за эти поступки уже в этой жизни. И в этом должно быть благо. Ибо, как сказано в Писании, горе грабителю, который не был ограблен. Принцип мера за меру – это принцип, который связан с текстом из книги Захарии, 7 глава, 13 стих, где сказано, что Господь взывал, но его никто не слышал. И наказание за это так взывать они будут, и я теперь не услышу их. И действительно, вот эта фраза доколи, она несколько раз встречается в Писании в нескольких контекстах. И мы видим эту фразу в книге Исход, 16-11, «Доколи вам противится, говорит Господь». В книге Чисел, 14-11, «Доколи гневить им меня, вопрошает Господь». Также в этой книге «И доколи не будут верить в меня, вопрошает Господь». Это 14-27. И несколько раз вот эта фраза повторяется со стороны Бога. Но так как люди упорно не прислушивались к призывам Бога, то в какой-то момент они начинают восклицать, «Доколи Господи?» Потому что обстоятельства стали невыносимы для них самих, и они больше не хотят находиться в таком состоянии. И Давида молится, «Призри, услышь меня, Господи Боже мой!» То есть он как бы говорит, «Я больше не могу!» «Просвети очи мои, да не усну я сном смертным!» А что значит сон смертный? Древние считали, что в человеческом сне есть одна десятая от смерти. И действительно, когда мы ложимся спать, мы молимся, неужели Одерсей гроб не будет. И всякий раз, когда мы ложимся спать, а потом просыпаемся, пробуждение — это как бы воскресенье. В каждом пробуждении как бы одна десятая от предстоящего воскресенья. И Давид хочет пережить это пробуждение. Он не хочет уснуть сном смертным, скажем так, уснуть и не проснуться, впасть в грех и остаться в этом состоянии, в состоянии падения. Для него просветление — это изменение образа мышления, то, что мы называем покаянием. Он хочет смотреть на мир другими глазами. Когда человек просыпается, он пытается протереть свои глаза, просветить свои очи, он прогоняет сонливость с помощью воды, он вымывает лицо, потом он молится. Это тоже очень важно, потому что вода пробуждает тело, а молитва — душу. Давид не хочет приближаться к смерти даже на одну десятую. Он хочет бодрствовать, он хочет молиться и днем, и ночью. Как в законе Божьем он усовершенствовался и днем, и ночью, сказано в Писании. «Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». То есть не только падение страшит царя Давида, для нас это важно понять, он не хочет испытать даже колебания какого-то. Что значит, если я поколеблюсь? Если я обрету какую-то нравственную неустойчивость, то есть не упаду, это уже совсем страшно. А даже нравственная неустойчивость, когда сознание начнет бегать, то сюда, то сюда. «Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствующему меня, и буду петь имени Господа Вышнего». Такие восклицания мы обнаруживаем в окончании 12-го псалма и возможный перевод. «Чтоб не сказал мой враг, я его превозмог. Мои теснители возликуют, если я пошатнуся, а я Твоей милости, я доверяюсь, возликует сердце мое в Твоем спасении. Буду петь Господу, ибо Он мне благом воздал». В синодальном переводе «Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня и добавление из греческой саптуагенты, и буду петь имени Господа Всевышнего». Казалось бы, здесь мы столкнулись с пределом человеческого терпения, когда человек боится впасть в состояние греха, он испытывает страх даже перед колебаниями, потому что если он поколеблется, враги уже будут восхищаться этим. И как бы мы ни находим решения в этом его псалме, кроме того, что он не перестает восхвалять Бога. Когда мы прославляем Бога в любой ситуации, даже когда мы терпим кризис веры, но мы продолжаем восхвалять Бога, это путь царя Давида. Это путь праведников, о некоторых, из которых сказано, праведник семь раз падает, семь раз поднимается. Почему? Потому что даже упав, праведный всегда испытывает желание подняться. Это праведность от веры, которая проявляется в прославлении Бога, в благодарении Бога за все, даже за те искушения и за те переживания, которые мы имеем в этой земной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова